Джон Реджинельд Халлид и Кристи, британский серийный убийца, получил прозвище «Газовый маньяк». Родился 8 апреля 1899 года. В 1916 году Кристи, служивший на фронте во время Первой мировой войны, сильно пострадал от газовой атаки. Это повлияло на его потенцию, она снизилась. В 1920 году Кристи женился, но сексуальная жизнь не задалась. Через два года в его доме произошла утечка газа. Жена Кристи потеряла сознание, а когда она очнулась, то увидела, что муж занялся с ней сексом. Он объяснял позже, что отравленная газом женщина вызвала у него половое возбуждение. В 1934 году Кристи был сбит машиной и получил тяжелую травму головы. Когда началась Вторая мировая война, его из-за травмы не взяли на фронт, но он был призван на работу в полицию. Через 10 лет жена Кристи ненадолго уехала из Лондона. Кристи встретил женщину Рут Фуэрст, которой он предложил переночевать в его доме. Там он отравил женщину газом, изнасиловал, а потом задушил. Второй жертвой стала Мюрил Иди, подруга его жены. Он обманом заманил ее в дом, отравил газом, изнасиловал и затушил. В это время его жена опять не была в городе. В 1949 году Кристи познакомился с Тимоти Эвансом, приехавшим из Уэльса с целью найти работу. Вместе с ним была его жена и двухлетняя дочь. Жена Тимоти Берилл была беременна. За небольшую плату Кристи разрешил пожить Эвансом у него. Тимоти был не рад беременности жены. Кристи предложил Тимоти устроить его жене аборт. В тот день Тимоти ради алиби уехал из Лондона. Жена Кристи тоже уехала. Кристи оказался один на один с Берилл и ее дочерью. Он отравил женщину газом, изнасиловал и убил, а заодно задушил ее двухлетнюю дочь. Кристи решил подставить Эванса. Он позвонил ему и сказал, что его жена умерла во время аборта. Эванс поверил ему. Вскоре Эванса арестовали по подозрению в убийстве жены и дочери. Против него на суде свидетельствовали Кристи и его жена. Эванса признали виновным и повесили за убийство, совершенное Джоном Кристи. Джон продолжил совершать убийство. Он убил свою жену, чтобы она не мешала ему. Ее он не травил газом и не насиловал. Потом он убил еще двух женщин. Три трупа он положил в стены шкаф, который затем заколотил фанерой. Вскоре он продал свой дом и уехал, но новый хозяин решил наклеить новые обои и обнаружил шкаф с трупами. Он сообщил об этом в полицию. Кристи был объявлен в розыск. Вскоре он был арестован. Оказавшись в полицейском участке, Кристи признался во всех убийствах, даже в некоторых, которых его не подозревали, кроме убийства двухлетней дочери Тимати и Берилл. Кристи был осужден очень быстро и в скором времени был повешен. 15 июля 1153 года, в возрасте 54 лет, Джон Кристи был повешен в тюрьме Пентонвиль. Тимати Эванс, повешенный в 1950 году, был реабилитирован. Продолжение следует...